Рынок недвижимости сегодня крайне неоднородный. В прошлом году цены на квартиры резко взлетели. В этом году их пытались сбалансировать, но пока они остаются достаточно высокими. В Самаре стоимость квадратного метра превышает 100 тысяч рублей даже в новостройках на окраинах. В центре города застройщики предлагают жилье за 300 тысяч за квадрат или за 160 тысяч на стадии котлована. Если мы говорили в 2020 году и в начале 2021 года, что у нас там средняя цена по городу в районе 52-54 тысяч рублей за квадратный метр была, то сейчас мы наблюдаем эту среднюю цену ровно в два раза больше, чем это было до кризисных периодов. Это очень резкое движение. Такого резкого скачка мы не видели даже в прошлой кризисе, как это произошло сейчас. Эксперты дают разнонаправленные прогнозы по дальнейшему диапазону цен. С одной стороны, они говорят о дальнейшем росте, поскольку выросла себестоимость за счет увеличения цен на стройматериалы. Действительно, у нас цены на строительные материалы, на строительные работы выросли просто в два, но и в три раза. И назад не вернулись. Была небольшая коррекция по некоторым позициям, но в основной своей массе цены как выросли, так и остались на достигнутом уровне. Соответственно, себестоимость сейчас подросла здорово. И застройщики все говорят, что не могут они на сегодняшний день вписываться в какие-то, по крайней мере, старые рыночные цены уж точно. С другой стороны, цены должны скорректироваться в сторону снижения из-за искусственного сокращения спроса. Ипотека становится менее доступной. Вслед за повышением ключевой ставки сразу на 2%. Повышаются и ставки ипотечные. Если говорить сейчас об общей ипотеке, то есть не льготной ипотеке, то ставки колеблются уже от 14 до 16%. То есть это уже ставки вернулись на тот уровень 90-х годов, который мы наблюдали на заре вообще зарождения ипотечного рынка как такового. Мы прекрасно понимаем, что долго такая ситуация продлиться не может. То есть рано или поздно, конечно же, все это должно скорректироваться. Вопрос даже не на сколько, а вопрос, когда это произойдет. Сколько есть времени, какой временной лаг у нашего потребителя есть для того, чтобы подкопить денег, для того, чтобы осмотреться на рынке, для того, чтобы дождаться каких-то справедливых сбалансированных цен на рынке недвижимости и тогда уже вступать в сделку. В октябре банки уже резко сократили выдачу ипотеки. Они одобрили почти 192,5 тысячи жилищных кредитов на 776 миллиардов рублей. И это на 19,5% ниже, чем в сентябре, подсчитали аналитики. При этом объемы выдачи ипотеки в этом октябре все равно на 72% выше по сравнению с октябрем 2022 года. Поэтому политика ужесточения, скорее всего, продолжится. Глава Центробанка как-то вот на конференции четко сказала, что сейчас задача Центробанка сократить спрос именно на рынке недвижимости. То есть они увидели неадекватный, вот этот же такой нетипичный, неадекватный рост цен. Связали это с тем, что у нас спрос существенно превышает предложение на рынке. И, соответственно, если мы не можем увеличить кратно предложение на рынке, значит, надо кратно сократить спрос для того, чтобы стабилизировать цену. Вот на это сейчас и направлена вся политика Центробанка. Сегодня все чаще звучат предложения об отмене или коррекции льготных ипотечных программ. Это тоже приведет к оттоку потребителя с рынка. Люди, которые планировали покупать жилье, не смогли этого сделать ни в этом году, ни в прошлом, потому что не накопили достаточного количества средств для покупки квартиры по новым ценам. Ну а теперь они могут не успеть накопить достаточное количество денег, чтобы подстроиться под новые условия ипотеки. По словам экспертов, отложенный спрос на рынки недвижимости уходит как минимум в горизонт конца следующего года. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.